Что мать может рассказать о своих детях, кроме как то, что она знает? Знаю своих сыновей, поскольку сама растила. Знаю своих сыновей, как знаю свои все 10 пальцев. Просто прекрасного воспитания детей. Я просто могу сказать одно, что это все неправда. Моих сыновей подставили. Моего сына контролировали уже 5 лет. Его ввели, знали на каких сайтах он бывает, знали где он ходит, знали с кем он ходит. Называли его радикалом, поскольку он бывал на таких сайтах, как они считают, это экстремистские сайты. Поэтому его ввели FBI, его ввели каждый шаг, его был под контролем. FBI к нам приходили, ввели допрос, спрашивали у меня. Очень много вопросов задавалось мне. Что он делает, чем занимается. Но пообщавшись с моим сыном, мне лично позвонил один из агентов FBI и охарактеризовал моего мальчика, как одного из лучшего. Excellent. Вот так вот он сказал. Ваш сын просто и в общении, и вообще умница. He is an excellent boy. Он опасен может быть тем, что он может за собой повести народ. Вот от того, что они сегодня боялись, они его и убрали. Мой сын младше сейчас же, если придется выйти вместе с ним на разговор, я могу ему сказать, Жахар, скажи, что вас подставили, поскольку это правда. Спросите, получите ли вы хотя бы от одного человека отрицательную характеристику для моих сыновей. Никто. Единственное может быть дядя, который у них был личный конфликт, поэтому он и назвал его лузером. Кто подставляет, делает эти теракты? Кому сегодня удобно вызвать бурю в исламском мире? FBI. Кто еще? Именно спецслужбы. Вот кто? Они могли подставить, поскольку мой Тамерлан был сильной личностью. Они интеллировались с ним, они говорили с ним, они контролировали его, они вели его. Но тогда, когда дети были маленькие, муж работал в органах, в связи с тем, что началась война в Чечне, было как бы, ну, в прямом смысле этого слова, так скажем, преследование. Так получилось, что брат его младший был на тот момент гражданином Америки. Поступило предложение, не хотите ли приехать, просто погостить и уже можете подать там на статус беженства и остаться. Почему не жить в Америке, там, где тебе свободно и никто тебя не преследует? Понимаете, вот это и была причина того, что мы уехали. Как же не разочароваться? Мы вообще надеялись, что страна, что Америка, она защитит, не будет нереальное за реальное, понимаете? И тогда, когда были очевидны такого рода случаи, как вот 9, 11 или там несколько вот таких вот моментов, разочаровываешься. Мой муж всегда говорил, нет места, где было бы более сохраннее, чем в Америке. И разочаровалась, и очень разочаровалась. Это очень страшное и опасное место.